Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Ну что, мои хорошие, вы видите, у меня тут все под мешочками, все посажено, все зеленеет. Сегодня будет огородное видео, начало огородного сезона. Будем с вами общаться. В общем, все, что касается наших растишек. Короче, все, что как я делаю. Мы сегодня посадим помидоры с вами, те, которые мне пришли по почте от моих любимых сватьев. Об этом поговорим попозже. Расскажу, что я купила, и покопаемся в семенах. Я поняла, что вам это очень понравилось, поэтому сегодня продолжим. Так, ну и в первую очередь у меня растишки. Хочу вам показать, в каком они сейчас виде, как они себя чувствуют, и подсыпать грунт, потому что они вытянулись, это естественно, это нормально. Подсыпем грунт, сделаем все как надо. Все на ваших глазах. Так, давайте начнем с самой большой коробочки. Коробочки. Ящичка с перцем. Сейчас я его аккуратно вытащу. Вот так выглядят мои перчинки. И что мы с вами видим? Сажали мы их вместе с вами. У меня один сорт полностью не взошел. Сорт этот Оленька. Видите, перец Оленька. Он не взошел, но он не взошел от того, что он очень старый. Семена были глубоко просрочены. И, в принципе, ну не взошел, не взошел. У меня вот этого за глаза. Так, что мы видим? Мы видим, что у нас 38 попугаев. А давайте я сразу буду... Не все же видели, наверное, да? Я вытащусь. Так, вот перец Оленька. Сибирский сад. Не взошел. Это не потому, что, наверное, был неплохой-плохой перец, а потому, что он уже был просрочен. Вот. Новую упаковку я отрезала и посадила. Ну, как вы видите, ни одного семечка не взошло. Всходить не собираются. Ну, ковыряться я тоже не буду. Нет и нет. Так, дальше. 38 попугаев. 38 попугаев – это вот такой вот мясистый сорт. Решила я его посадить. У меня невысокий парник, поэтому для меня будет классно, если будет вот такой высотой перец. Поэтому вот. С 20 февраля рекомендуется сажать. Я посадила 29 января. Нисколько не жалею. Понимаю, что будет вытягиваться. Ничего страшного. Лампы у меня нет. Лампы не подсвечиваю и не буду. Вот так вот будет у меня. Так, ну, что дальше? Взошел он замечательно. Да. И сейчас я возьму землю и, наверное, сразу буду подсыпать. Так, не знаю, ложечкой или руками это все делать. Каждый раз я это делаю по-разному. Сейчас попробую просто руками присыпать. Вот так потихоньку буду присыпать. Потом просто сбрызну это все. Грунт у меня сейчас другой. Я купила другой грунт. Тот, в который я сажала, он у меня еще есть. Но пока есть возможность, подсыпаю я другим. Ну, то есть, возможно, один производитель добавит одних удобрений, другой других. И будет классно. Вот так вот я их сейчас немножечко поставлю. Так, а ты у меня кто? А ты у меня не Оленька ли? Вот этот вот перчик. Посмотрим. Так, а здесь мне не нужно ничего. Вдруг еще что-нибудь взойдет. Сюда ничего не буду подсыпать. Мало ли. Так, отлично. И раз за разом, потихонечку. Вот так вот. Иди сюда, мой хороший. Как только у меня вырастут несколько листочков, два, если успею, если не успею, три, четыре. Как это, основных листочков, как они называются? Настоящих листочков. О, этот игрушечный. Семидольные. А те будут настоящие. Так, тын-тын. Так, иди сюда, я тебя закопала. Так, 38 попугаев у нас подсыпаны. Ну вот, видите, я подсыпала все томаты. Здесь у меня балконный красный. Ну, сейчас поговорим. Все. Сейчас я их снова сбрызну водичкой. Ой, как хорошо ему. Прямо по листочкам. Опять я их посажу. Посажу. Да, посажу. Или что я с ним там сделаю? Короче, в парник. Так, снова натяну мешочек. Только я поставлю палочки теперь. Вот такие палочки. Ролов, суши. Суши, роллы кушаем. Палочки остаются. Вот сейчас я их вот так поставлю. И на них натяну мешочек. Как говорили бабушки раньше. В старину. Мешечек. Здесь вот уже начинают появляться новые вторые листочки. Ну, новые настоящие листочки, которые вот так вот. Немножко, немножко совсем. Я не сильно обильно смачиваю, потому что внутри воды много. Кстати, пока они стояли с 29 января, я их ни разу не поливала. Так, как они стояли в парнике, вода, влага отсюда не испарялась. Она конденсировалась на мешочке и снова вниз сливалась, скажем так. Поэтому нужды в поливе никогда нет. Ну, во всяком случае, я так делаю. Вот. 38 попугаев рассказала. Так, это перец колобок. Уже все попачкались эти кеточки. Ну, я ради красоты кадра даже не буду этого делать. Вот пусть как есть. Перец сладкий колобок. Вот такой вот коротенький. Тоже, видите, он короткий, низкий. И он очень толстостенный. Его для фаршировки классно, да? Маленький такой. И для фарширования самое то. Вот такой вот перец. Это перец колобок. Аэлита. Фирма. Такая прелесть. Что получится, то получится. Так, ну, что мы можем сказать? Ну, что я могу сказать? Что он взошел нормально. То есть, вот 38 попугаев отличная всхожесть. Кстати, 38 попугаев, это у меня свеженький. Да, это свежий томат. Ой, перец, прошу прощения. Этот перец тоже свежий. Колобок. Вот он. Так что схожесть отличная. Вот эти два сорта. Это у меня перец горький. Такой вот коротенький. Который я хочу выращивать в горшках. Или как это называть-то? В вазонах. Он у меня будет в вазонах. Девочки, вы мне все пишите. Не вздумай сажать красный перец и горький перец вместе. Нет, ни в коем разе. Я этот перец в парник к себе вообще не посажу. Зачем он мне нужен в парнике? Он прекрасно будет расти, как декоративное растение. Ну и плюсом плоды потом будут собираться. Его же можно прямо на подоконнике хранить. Так, вот мексиканец это который вот этот. Дракошь это который зеленый. Красный. Вот балконный красный. Это то бишь дракоши. У меня взошел один штук. Вот он он маленький. И я пока ничего здесь не присыпала. А который мексиканец цветной. И вот два штуки взошло. Причем интересно так. Один штук, так сказать, такой с темными листьями. А второй с ярко-зелеными. Может быть какая-то пересортица произошла. Но у меня по-моему отсюда, сюда никак не падали семена, когда я сажала. Три штуки. Если их будет даже три. То есть всхожесть плохая. Я не помню я сколько сажала. Я по-моему все высыпала, что у меня тут были. Да, все. А вот, ну, сколько будет, столько будет. Я уже не помню, поскольку я сажала. Ну, раз вот по таким чуть-чуть, значит мало было. Будет три штуки, три вазона с красивым перцем. Просто для красоты. Да мне бы и одного за глаза хватило, правда же. А три штуки просто великолепны. Вот таких три будет у меня кустика. Они, еще раз повторюсь, с болгарским, с обычным, с красным перцем. Вот с этим, со сладким перцем. В одном месте не будут расти. Сажаю я не для того, чтобы в одном месте отрастить, мои дорогие друзья. Так. Все, перец у меня подсажен. Я вот сюда вот сейчас, наверное, вот так вставлю палочки. Вот таким образом. И сейчас буду натягивать на это все дело. Или не натягивать уже на это все дело. Что я придумала? У меня перец может слопать кошка. Кошка, которая мушка. Она очень любит мой огород. И я вот сюда сверху. Вот такой маленький у меня есть ящичек. И я его сейчас вот сюда прибабахаю. Вот так вот. Все. Никуда он не денется. Сильно я уже не буду делать парниковый эффект. Пусть уже дальше растут без парника. Вот. И вот в таком виде я поставлю это все вот так вот на подоконник. И чтобы мушка не съела, она уже теперь не съест. Вот так вот будет расти дальше. Все. Перчик пока оставляю, пока не будут новых настоящих листьев. Как только будут настоящие листья, так я его пересажу. Теперь о других растишках. Первый на очереди у меня тут. Помните, это мы с вами сажали бальзамин. Он очень сильно вытянулся. Он самый первый у меня взошел. Корешочки уже даже наружу полезли. Видите? Вот они. Корешочки уже наружу вылезают. Влажный. Я его не поливала. Вот такая прелесть. Это его уже пожевала муська. Я его только открыла, чтобы он подышал. Немножечко раскрывала, чтобы он подышал. Открыла, свернула. Я мешочек поворачиваюсь уже мусьей грызет. Вот, но я его отстояла. Так, тоже нужно подсыпать. Это бальзамин. Сейчас я буду подсыпать. Пусть подышит немножечко. Вот такой томсамп, двухцветный. Вот такой будет бальзаминчик у меня. Первый раз я его сажаю. 30-45 сантиметров. С июля по сентябрь цветет. Превосходно. Вот. А может мне его пересадить уже? А давайте-ка я его сразу и пересажу. У меня есть вот такой маленький небольшой ящичек. Маленькие небольшие стаканчики. Да, кстати, там же было написано по-правильному. Ага, сеньца пикирует в горшочке по одному растению. Ага, какие горшочки, объемом не сказано. Ну, мне кажется, вот таких вот вполне хватит для... Да, хватит. Нихай растут них. Сейчас я их и пересажу. На низ я положу сюда перлит. Немножко насыплю, чтобы не подмыкали корни. Хотя бальзамин, он очень сильно любит влагу. Но перлит все равно не помешает. Пусть будет. Хотя, в принципе, можно перлита не класть. Вода будет вытекать сюда. Да, не буду класть. Потому что горшочки и так маленькие. Насыпем земелюшки. Хорошо землю утрамбуем. Вот, я тут все за кадром делаю. Вот таким образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь у меня растений, да? Значит, семь мне надо стаканчиков. Сейчас, мои дорогие, я приготовлю стаканчики. Пролью их водичкой и вернусь к вам. Теперь, мои дорогие друзья, у меня есть вот такие приспособления. Игрушечные, да? Специально я покупала, по-моему, в Леруа Мерлен такие штучки. Здесь даже сантиметрами есть. Вот, мерить. Один, два, три. На какой вам размер посадить зернышко? На один сантиметр вниз глубиной? Вот, пожалуйста, мерочки. Тут тоже есть мерка. Да. О, как коты. Да, поют. Вот, пожалуйста, тоже. Это кот поет у нас за окном. Кошек зовет нашим. Я беру, делаю отверстие, вот такой штучкой всегда. Вот. Теперь вот этой штучкой, все штучками, штучками, но как же. Так, я выкапываю аккуратненько растение. Смотрите, какой корешок у него хороший, сформированный, правда же? Пальчиком поправляю. Так. Корешочки внутрь аккуратненько укладываю, чтобы они там немножечко хотя бы разложились. И вот так вот его сверху я потом сухой землей еще присыплю. Прижимаю. Расти на здоровье, мой хороший. Так. Сейчас мы второй. Вытянулись они знатно. Вот. У меня внизу перлит. Видите, какие? Да, стаканчики можно было взять и поглубже. Но ничего, пойдет вширь. Корешочки пойдут вширь. Сейчас я их аккуратненько разложу. Вот так, мои хорошие, давайте. Расти, мой солнышко. Вот так вот. Сверху сейчас еще присыплю землей. Ну и так поступлю совсем. Ну вот. Здесь у меня земелька освободилась. Видите, торчит перлитик. Я сюда помидорки посажу сегодня. А что? Пусть пока растут в мелкой чаплажке. Все равно их потом тоже пересаживать буду. А вот здесь у меня вот так вот. Кстати, я не взяла. В один из стаканчиков я помещу название. И пошла тоже вытаскивать на подоконник и искать им место. Чтобы муська их не скушала. Кстати, я стараюсь сейчас. У меня подоконники очень теплые. Очень теплые. Они прям теплые. Потому что когда... Ну и раз уж я вам показываю, что делается в моих растишках, здесь в принципе показывать нечего. А вот тут у меня растет земляничка. Земляничка растет, растет, растет. Как вы видите, ха-ха, да? Ну, что вам, как вам показать? Она только-только начинает проклевываться. Вот она, видите? Вот она. Вот они, растишки. Вот она. Вот она. Я вам пальцем тыкаю. Ну, извините. Вот растишечка. Вот растишка. Вот, вот. Вот тут вот вылезли. Вот они мелкие из семена. Не знаю, это земляничка или нет, но вот эта-то точно земляничка растет. Вот она. Вот они, крючочки проклевываются. Поэтому вот они. Пока ждем. Пока ждем. Не шевелим. Я немножечко проветриваю. Земляника называется Сашенька. Ну, и раз уж я вам показываю сорта. Вот он, этот сорт. Такая Сашенька. Ну, разве я могу Сашеньку не посадить на свою грядочку? Вот такой вот. Девочки, я думала, что у меня... Так, кстати, здесь ничего не написано. В общем, кто из вас знает, ремонтантная безусая земляника. Она всего двухлетка. Мне тут соседка сказала, что, Оль, их всего на два года, и потом надо будет новую сажать. Они всего живут два года. Потом у них урожай слабеет, и они погибают. А я-то думала, она у меня замерзла. У меня была Барон Салимахер. Шикарная земляника. Шикарная. И еще была земляника Руяна. Их, оказывается, надо каждые два года подсаживать. А я думала, раз посадила, забыл, как обычную. Вот Викторию мы там растим, да? Или усатую землянику. Вот. А оказывается, ничего подобного. Два года и новую сажаешь. Два года и новую сажаешь. Вы знали об этом? Я вот первый раз слышу такую информацию. Для меня это было прямо открытие. Ну, потому что я ремонтантную землянику, в принципе, начала сажать только здесь. Только в доме. Так. В саду у меня вообще земляники не было. Земляника у меня всегда занималась мама. Я Викторию сажала. Ну, Виктория это та же земляника садовая, да? Только крупноплодная. Так, это Бегония. Бегония еще вообще никак не шевелится. Возможно? Возможно. Я ее заглубила, потому что у меня тут есть соседка рядом. Белоречанка. У нее есть свой канал. Она у нас такая огородница. И она мне сказала, Оля, ты ее сильно заглубила. Ее надо было, как землянику, просто поверху посыпать семена и все, и закрыть. Они сами углубятся, как им надо. Вы помните, землянику я сажала сверху снегом. Помните, да? Я снег сюда шапку делала и вот так вот рассыпала семена. Вот ее Бегонию надо было также сажать. Ну, в общем, я не переживаю. Вырастет, вырастет. Не вырастет, не вырастет. Так, знаете, какая красота должна была быть. Вот такая красотуля. Но я еще не разочаровываюсь. Смотрите, написано, прорастание семян длится до 21 дня. А у меня прошло всего 10, 11, 12, 13 дней где-то, 13-14 дней. Так что еще пока, возможно, будет что-то поставлю. Вот их я в теплое место ставлю и землянику, и Бегонию на теплый подоконник. Кстати, говорила про подоконник, но здесь звонок нас перебил. То, что уже взошло, я стараюсь ставить ближе к окну, прям к стеклу окна, там, где похолоднее. Потому что у меня как бы получается первая половина, которая впереди, перед, ближе к стеклу, там еще попрохладнее. А вот вперед сюда ко мне, скажем, к батарее, он просто весь, вот он весь, но у него температура, наверное, где-то 25 градусов у самого подоконника. Вот ты кладешь руку, а тебе очень тепло на нем, понимаете? Вот, поэтому они у меня в тепле стоят, им тепло, у них образуется влага, то есть им влажно и тепло. В принципе, все, что нужно для роста. Ну, земляника только-только начала всходить. А, кстати, на землянике схожесть. Сходы появляются через 2-3 недели, но, в принципе, так же, как у бегонии. У бегонии тоже на 21 день, да? То есть, раз земляника должна всходить, значит, должна и бегония всходить. Ну, здесь, может быть, я ошиблась при посадке, но хотя я чуть-чуть вот так вот только посолила землей. Я ее не пригубляла, не углубляла, не заглубляла, а просто вот так вот посолила. Ну, зачем я это сделаю? Ну, так вот захотелось. Все, это я сейчас ставлю, и я вам еще кое-что покажу. Ну, во-первых, мои дорогие друзья, я хочу показать вам свою покупку. Вот такие вот рассадные. Такой набор. Так, где у меня бумажечка, я ее уже выкинула. Вот такой вот рассадник я купила в светофоре. Стоит он всего 140 с копейками рублей. Классная штучка. Что в нем хорошего? Здесь небольшие стаканчики по 250 миллилитров, но мне очень нравится, когда у стаканчиков вот такое дно. То есть посадил сюда растение, перевернул, нажал, у тебя хоп, и весь стаканчик вылетел. Только вот эти штучки бы не потерять. Вот, классная штука, 250 миллиграмм стаканчики. Под томаты, конечно, не подойдут, они маленькие. Ну, под всякие разные цветочки, самое то. Вот я купила такой наборчик и еще купила отдельно. Отдельно купила вот такую емкость, ящик рассадный, и отдельно вот такие стаканчики. 10 вот таких стаканчиков стоит 60 рублей, ящик тоже стоит 60 рублей. Одного ящика хватает как раз на 10 стаканчиков. Стаканчики эти по сколько, не знаю. Сейчас посмотрю. Стаканчики 0,36 литров, то есть 360 миллиграмм. Побольше, чем вот эти зеленые. Вот, ну, немножечко. Побольше, чем зеленые. Но вот эти стаканчики, которые были в наборе, мне не понравились. Вы видите, у них как лопается дно. Во-первых, они были без дырочек. А для рассады всегда нужны дырочки. Здесь-то вот дырочка, вот она одна сплошная, огромная. И то, что здесь вот так вот прилепится вот эта штучка. Ну, во-первых, у нее тоже дырочка есть. Она, в принципе, не нужна, потому что все равно вот через это отверстие вода будет лишним вытекать. А здесь нету ничего. Дырочки были просто выведены вот так вот, вот так вот кружочком сделаны. И Саша мне их просверливал сам. И вот все равно где-то лопнутые были стаканчики, где-то лопаются. Короче, они такие одноразовые. Вот, вот такой вот ящичек я тоже себе соорудила. У меня такие ящички есть, я их каждый год покупаю. Вот эти мне очень понравились. И стаканчики такие целостные, и ничего в них ворвать не надо. Они уже так, как надо. Это я купила в светофоре. А еще у меня есть вот такие горшочки. Вот эти вот вообще вещи. Я их не помню, где я их покупала. Вот такие вот тоже, видите, да? Они вот с таким дном. Эти мною пользуются постоянно. Они пол-литра. Вот даже написано. Вот. Они были тоже 10 штук в ящичке. Они так и продавались. По 10 штук в ящичке. И у них вот такая вот штучка. То есть я, вот где ножки вот такие, я это книзу кладу. И то есть там щель образуется между вот этим вот и... Между этим стаканчиком и вот этим дном. И через эту щель вытекает вода вниз. Вот. Вот эти пол-литровые я их использую для рассада томатов. Потому что томаты любят много земли. Пол-литровые мне нормально. Вот. Вот такие мои покупочки. Я вам рассказала. Показала. Здесь у меня уже кругом грязь. Ну что ж. Как есть. Так. И сейчас я сюда. А ты у меня кто? Ты у меня тоже кто-то? Или вот как вы думаете? Это кто-то? Ну, скорее всего, кто-то. Это, наверное, тоже бальзамин. Ну, кстати, сколько у меня было бальзамина штук? Ага. Плюс-минус один грамм. 0,1 грамм. Я не помню, сколько у меня их было. Я их и не считала. В штучках посадила и все. Семь вылезло. Вылезло семь. Может быть, вот это восьмое. Но я его трогать не буду. Пусть растет. Но сейчас я порыхлю землю. Сделаю ее достаточно рыхлой. Присыплю новую землю. И посажу сюда томаты. Прям немножечко насыплю. Я даже не знаю для чего. Для освежения земли. Ну, во-первых, потому что я сел. У меня ком земляной. Так, и тебя я вот так вот немножечко припорошу. Захочешь, вырастешь, мой хороший? Да. В нашем доме так. Хочешь жить, умей вертеться. А вы как хотели. Вот, мой дорогой. Я тебя не обижаю. Это я разговариваю вот с этим семечком. Так, и про помидоры. Какие я сегодня буду сажать томаты. Дорогие мои друзья, мне тут пришло долгожданное письмецо. Я уж вам его читать, конечно же, не буду. Это наши дорогие сватья. Евелинина мама прислали нам такую посылочку с семенами. Вот здесь укроп сизый, крупнолистный. Такая штучка и год написан. Видите, как классно она вот со мной так дружелюбно поделилась вот этими семенами. Наталья, мама Евелины, ее зовут Наталья. Наталья, привет тебе большой. Она мне сказала, что вот этот вот укроп, он очень пушистый, очень пушистый и очень замечательный. Ну, пушистый укроп это классно, правда? Он как куст стоит, она говорит, и вообще великолепный. В общем, вот, обязательно посажу в этом году. Тыква, тыква с ароматом дыни. Как вы видели, у меня тыква еще до сих пор целая есть. А вот тоже тыква с ароматом дыни. У меня, да, тыква тоже есть, еще свеженькая. И вот два вида томатов, два сорта томатов. Первый сорт это ковалевские, 2,5-3 метра. Я в интернете про этот сорт все прочитала. Он средне-ранний, такой замечательный. Вкусный. И третийковский тоже. А, нет, девочки, я прочитала про сорт третийковский. 2,5 метров, 80-100 грамм. Средне-ранний. Средне-спелый, да? Но средне-ранний он. Он средне-ранний, я почитала в интернете, он средне-ранний. А ковалевский я так и не нашла в интернете вообще описание его. Что это за сорт, я не знаю. И вчера я по совету Наташи. Наташа уже посадила эти томаты у себя. Кстати, она живет в Нижнем Тагиле, то есть это тоже Урал. Видите, К это ковалевский сорт, Т это третийковский сорт. И вот сюда я сейчас их рассажу. Ну, надо сначала полить грунт. Прямо вот так вот так. Ну, в общем, мои дорогие друзья, сейчас я грунт вот так проливаю. Хорошо даю ему влагу. У меня внизу перлит. Здесь я не боюсь, что я могу переувлажнить почву. У меня все перлит заберет на себя, высосит лишнюю влагу, и все будет отлично. Вот так вот я увлажняю. Внизу у меня, вы видели, очень влажная земля. Тебе на листике польем. Так, и беру палочку, смачиваю ее водой. У меня вот здесь водички много на краешках. Вот я смачиваю водой, но в принципе у меня есть семена влажные. И беру К ковалевский сорт, вот так вот. И вот так его сажаю. Так, вот. Вот таким образом я раскладываю сейчас все семена. Вообще у меня дружбы с высокорослыми томатами не случается. Но так как это семена наших сватьев, я просто уверена, что они должны у нас вырасти и дать хороший результат. Правда же? Да. Я думаю, это так работает. Поэтому, Наташа, спасибо большое за семена. Кстати, мои дорогие друзья, так долго шло письмо. 21 января Наталья письмо отправила. И вчера, вчера, вчера было, по-моему, 10 февраля, если мне не ошибается, если я не ошибаюсь, письмо пришло. Хотя посылки идут где-то дня 3-4. Так, вот. Где мой волшебный чемоданчик? Вы все знаете, что пишу я на пластиковых стаканчиках от сметаны. Вот такие я надписи пишу. Они у меня не стираются. Но, мои дорогие друзья, хочу вас предостеречь. Не каждый маркер подойдет для этих целей. Для этих целей подходят маркеры, которые специально придуманы для того, чтобы писать на пластике. Вот этот маркер подходит. Перманентный маркер, который служит для того, чтобы им писать на пластике. Он стоит где-то 100 с лишним рублей. А вот эти маркеры, они точно такие же, как и этот по внешнему виду. Но они другие. Они, понимаете, вот вы напишите, и у вас просто стирается все. То есть выбирайте правильный маркер. Не все маркеры будут у вас на пластике писать. На это обратите внимание. Так. Третьяковский пишу. Это у нас вот здесь будет. Так. А тот, который мы посадили, он называется Ковалевский. Вот про него я ничего не узнала. Скорее всего, потому что есть такой Ковалев, по-моему, я-то я в интернете нашла, который разрабатывает сорта томатов. И вот, скорее всего, это один из его сортов. Но его уже в простонародье кто-нибудь назвал Ковалевский. Так. Вот так я сделаю перегородочку, чтобы мне знать, что вот здесь у меня закончились эти семена и пошли другие. Вот. И вторые семена я также буду сажать. Вот эти вот семена. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Они еще с кусочками томата. Так. Что у тебя, пинцетом брать? Вот не хочу я пинцетом брать. Мне больше нравится все-таки палочкой. Ну, в общем, сейчас, мои дорогие друзья, я подумаю, как я эти там патоматики возьму и сюда переложу все. Вот. Посадили мы помидорки. Третьяковский. Вот он, видите, и Ковалевский. Третьяковский такой крупненький. Ну, семена, видите, вот такие вот прям пухлые, крупненькие. И вот я засажу. Вот так вот. И Ковалевский. Тоже маленько присыплю землей. Прижму. Помидоры я не боюсь прижимать. Они выползут. Наоборот, еще будут без ячейки. Где-то, наверное, на полсантиметра я их землей вот так вот прижму, чтобы никаких пустот не было. Еще раз присыплю землей вот эту маленькую растишечку. Который только-только вылезла из земли. Непонятно кто. Сверху я уже поливать. Ну, сбрызну маленько, да, сбрызну. Так, чуть-чуть прям сбрызну. Просто чуть-чуть. Все равно он сейчас намочится за счет нижней земли, и все будет отлично. Снова в этот же мешочек, в котором у меня росли эти томатики. Ой, вернее, рос перчик, но теперь это будет томат расти. Так, сейчас у меня всю грязь везде. Ну, как же, без грязи же не бывает посадка томатов. Томатов вообще растишек. Все, растите, мои хорошие. Вы мне сейчас начнете писать. Оля, ты рано сажаешь, так рано не сажают томаты. Мои дорогие друзья, не сажайте. Я решила посадить. Вот. Вытянулся, буду сажать лежа. Не так уж я их и много. Всего два сорта. Раз Наташа посадила. Наташа очень любит эти сорта. Кстати, в прошлом году, когда на свадьбу к нам свадья приезжали, вот это тоже, по-моему, это третяковский сорт. А может быть, ковалевский. Ну, короче, какой-то из этих двоих. Были в помидорах у меня. То есть Наташа из дома привозила в гостинце нам томаты. Томаты мне очень понравились. И я вот так вот, томатик один, вот так вот на семена его. Короче, высушила. Так, наверное, это все-таки третяковский, да? Ну, потом мне Наташа напишет, какой, если что, поменяю. Вот. Будет третяковский. Ну, какой-то из этих двух. Либо ковалевский, либо третяковский. Сорт. Вот эти томаты. Да. Ну, их еще рано сажать. Так как в прошлом году я только семечки взяла, то мне придется их сажать где-то через год. Потому что, ну, так принято, что на следующий год после сбора семян томаты не сажают. Это такое правило. Вот. Они как бы свеженькие считаются. Их надо немножечко дать им дома пожить. В общем, вот. Вот, что я хочу сказать. Так, ну все. Сейчас у меня вот эта штучка уходит на подоконник. Ну, а мы с вами еще встретимся. Ну, и раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Что я хочу сделать? Приготовила я три горшка земли. Ну, и как вы поняли, я что-то буду пересаживать. Пересаживать я буду вот это чудо. Это у меня алоэ вера. Вот такой огромный, огромный алоэ, у которого, видите, внизу детки. И сейчас я его буду вываливать. Наверное, нужно взять мышечек. И на мешечке все это делать. На мешочке. Я знаю, как правильно говорить. Я так балуюсь. Этот алоэ мне достался от моей бабушки. Вернее, это ребенок алоэ, который мне достался от моей бабушки. Бабушка еще была живая, папина мама, бабушка Ася. Кто ее знает из вас? А меня многие смотрят, жители Белорецка, которые были знакомы с моей бабушкой. У нее на окне, ну, как у многих бабушек, да, сидел вот этот алоэ вера. Он у нее был огромный, мощнейший, огромный куст, просто огромный. И вот прям перед самой смертью, незадолго до смерти, мне бабушка дала росток его. В принципе, меня алоэ никогда не привлекало, наверное, потому что он всегда с рождения был. Вот сколько мне лет, столько рос алоэ у бабушки. И, ну, в общем, ему было лет 30 точно. И бабушка мне дала росточек, сказала, Оль, посади уже у себя. Я говорю, зачем, бабуля, у тебя же есть, зачем он мне нужен? Посади. Ну, я посадила алоэ, бабушка вскоре умерла. И этот алоэ остался у меня как бы бабушкин. А бабушка, когда мне его дала, я его унесла на работу. То есть дома у меня не было для него места. Я его утащила на работу. И на работе он до сих пор, девочки, растет. И вот тот алоэ, который мне дала бабушка, он на работе. Он дал детку, вот эту детку. Но она была маленькая, вот такая же, вот как вот эти. Сейчас мы с вами будем рассаживать. Я вам покажу. Он весь такой вкрапинку. Алоэ вера, еще раз повторюсь, это. Это не древовидное алоэ. Посмотрите, какая у него шейка огромная, толстая, мясистые какие стволы. Он, это не алоэ древовидное, это алоэ вера. Вот. И детку я уже, уже бабушки не было. Я детку, жалко мне тот алоэ стал забирать с работы. Мы работаем на микроргическом комбинате. У нас, наверное, там есть всякие разные микроэлементные выхлопы или кто-то там еще, я не знаю. Но у нас на работе этот алоэ растет вообще. Он просто там такой богатырь. Девчонки с соседних бюро приходят к нам, ну, забегают когда по делам. Они, иногда мы выставляем этот алоэ на видное место, и все просто в шоке. Они никогда не видели такого огромного алоэ. И, кстати, на днях он вот отсюда выпустил стрелку, такую толстую стрелку с цветком. А вот, кто не видел, посмотрите, какая цветет алоэ. Вот, вот, мои дорогие друзья. И сегодня я хочу вот эту вот детку, детищу, детища, которая уже сама родила. Уже мама. Это уже не дитё, это уже мама. Четверых, по-моему, я тут считала. Раз. Ой, ничего себе я насчитала. Ха-ха, у меня два. Я сейчас всю голову ломала. А, нет, вот третий есть, вот третий. Вот раз детка, вот два детка, и вот маленькая третья детка. Им здесь уже ни сил, ничего не хватает. Конечно же, алоэ-то этот уже пересаживать надо. И вот я его сейчас буду пересаживать. Опас, иди сюда. В общем, беру вас с собой, пересаживаем алоэ. Даем ему вот такой огромный горшок. Не пишите мне, что растение надо пересаживать медленно. Каждый следующий горшочек должен быть чуть-чуть побольше предыдущего. Я это знаю. Но посажу я вот в такой большой, вот видите, две ладошки. А он, растение у меня в ладошку. Ну, ему бы надо поменьше, но я не буду искать поменьше горшочек. Вот, видите, растение небольшое, но посажу его вот в этот горшок. Все, короче, сажаем, мои дорогие. Так, я как самый жестокий человек, какой им я являюсь, сейчас вот сюда вывалю это растение. Так. Видите? Видите, как у него сплились корни? Ему уже давно, давным-давно, кстати, у него вообще земли-то нету. Бедненький ты мой. Ну, вот такая я, сволочь. Так, его сейчас надо будет обрубать. Вот эти вот, детки, надо отсюда обрубать. Беру ножик и облазать. Деточку аккуратненько от мамочки. Ага, отрезали аккуратно. Голову отломали, деточки. Да. Да. Да-да-да. Так, я его хоть и полила, но чувствую, еще надо залить водой. Вот так, мои дорогие друзья, я все-таки, как вы знаете, лишилась одного дитя. Это я все перемолю через мясорубку, и будет нам счастье. Хотя он такой, как сказать, ну, корней нет, уже ничего не будет, сок потек. Так, я его уберу. Вот у меня одно дитя, нормальное дитя такое, с крышочками, все нормально, все отлично, посажу в одну из емкостей. Вот второе дитя. Дитя второе тоже с корнем, все отлично, все нормально, вот он, все хорошо. Посажу в другой горшочек, не зря два приготовила, думаю, у меня четыре. Так, здесь надо оторвать, оторвать последний нижний листик, еще, наверное, один оторву, сделаю шейку повыше, вот так. Вот, кстати, вот в этом алое можно разводить его водой, то есть его выжать, сок из алое, развести водой и в нем дать, пожить в нем немножко семенам. Ну, как бы, как я вы видели, сегодня семена водички маленечко набухать оставляла на ночь, вот можно вот в этой жидкости алое оставлять. И она замечательно, она является биостимулятором, что ли, как бы, ростом развития, вообще это алое шикарные вещи. Так, вот корни, я их все промыла, видите, какие шикарные корни, сейчас все это в горшок и буду сажать. В общем, вам показывать не буду, потому что немножечко это сложновато, сейчас все посажу и покажу уже в готовом виде, иначе сейчас все перепачкаю, сама вся перепачкаюсь и, в общем, толку не будет. Ну, вот, мои дорогие друзья, вот так вот у нас деточки конфеточки расположились, растите на здоровье. До этого корешочки слабенькие, но он вообще был в тени, вы видели, да? И вот мой, ой, красавчик, как бы тебя перетащить! Так, детки, подвиньтесь, спустите мамочку, и вот такая мамочка сидит в таком горшочке. Теперь она будет меня радовать, сейчас пойдет в рост усиленно, детей даст немерено, как всегда. Ну, ничего, с этим справимся, найдем им домик. Кстати, этим детям домик уже есть. Вот, и все, сделали одно дело, но и это еще не все. Ну, и на этом, мои дорогие друзья, я, наверное, буду с вами прощаться. А вот так вот я поставила, видите, да, у меня батарея, очень теплый подоконник. Вот эта часть подоконника теплой, кошки ходят, следы ставят, каждый день протирать можно. Так, здесь у меня стоят растишки, которым тепло. Вот тут, ближе, здесь у меня уже нет подоконника батареи, здесь стоят уже растишки, здесь спрятала. До сюда кошка, она не будет, наверное, перелазить, я надеюсь, и кушать вот эти растишки. Вот, поставлю вот так, ну, хотя, наверное, им здесь будет темно. Да, надо, наверное, подвинуть немножечко. Ну, короче, вот так сейчас сделаю, подвину, вот сюда их немножечко на свет. Вот так вот, вот, все, им светло, вот подоконник, все, им светло, эти закрыты, чтобы кошка не лопала. Ну, вот, и на этой ноте, наверное, я с вами буду прощаться, хотела еще о многих семенах поговорить. В общем, пишите ту тему, которая вас интересует, что мне из огородного вам снимать. Я тут могу наснимать на сутки смотреть, можно. Люблю перекапывать, перебирать в семенах, размышлять. Ну, все, а сегодня, на сегодня этот ролик закончим. Всех вам благ, всего самого-самого замечательного, благополучия, добра, мира, тепла, солнца, света и огромного-огромного здоровья, мои дорогие друзья. Ну, и мы с вами не прощаемся, скоро встретимся. Сегодня с утра небо было хмурое-хмурое, а сейчас время четыре дня, вот такое солнце светит, еще олень стоит неумранный, все в сугробах, сугробов много, тишина, красота.